Быть готовым к школе не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе значит быть готовым всему этому научиться. Любил повторять Леонид Венгер, доктор психологических наук, и с ним нельзя не согласиться. Из детей, которые стоят у нас на учете в управлении под опекой и попечительством и проживают в приемных семьях и в семьях опекунов, идет образовательное учреждение только в первой классе 45 человек. Мы сегодня пригласили родителей опекунов, замещающих родителей, это опекуны, это бабушки, дедушки, тети, братья, сестры и приемных родителей, это людей, которые приняли на себя добровольное воспитание постороннего человека и дорастили его до школьного возраста. У Марианы Сизовой двое своих взрослых детей. Она уже забыла, как это быть мамой первоклассника, поэтому собирать Ванечку в школу для нее очень волнительно. Я считаю, что собрания важны, ну и тем более их проводят достаточно в хорошем, так сказать, временном промежутке, не нагружают, но постоянно дают какую-то холезную информацию. Особенно для нас, для нашей ситуации, когда мы уже, наши дети выросли, такие первые, вот, а сейчас уже немножко подзабыли. Зато сам Иван не волнуется. Мальчик уверен, что в школе ему обязательно понравится. И учиться он будет на отлично. Я думаю, что в школе будет хорошо, и у меня будет там много друзей. И учиться ты будешь как в школе? На какие оценки? Пять. На собрании обсуждались такие важные вопросы, как взаимоотношения учителя с детьми, между одноклассниками, страхи родителей, основные задачи законного представителя по организации поддержки будущего первоклассника, новые права и обязанности, трудности адаптации. Приглашенные специалисты дали родителям важные советы и рекомендации, которые обязательно помогут им преодолеть волнение перед началом учебного года. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.